Медиагруппа «Авангард» представляет Говорить о будущем Рассуждая, опираясь только На свои какие-то представления О нем, ну как-то странно Все-таки есть люди, которые специально занимаются Этим будущим, они его придумывают Они его фантазируют, писатели-фантасты Футуристы Понять, насколько оно реалистично И каким оно будет, вот это наша задача Потому что, в конце концов, вся наша конференция Она про кибербезопасность Уже сейчас Будущего без приставки кибер Представить себе тяжело и сложно, трудно Но оно как-то везде, из каждого кармана торчит Поэтому вот Об этом мы и поговорим, на самом деле Я считаю, что Писатели-фантасты, они вообще в ответе За то будущее, которое придумывают Ну смотрите, во-первых, люди, которые Сейчас занимаются робототехникой У них везде, в уголочке, где-то висит Какая-то картиночка Терминатора В лице Шварценеггера, и они каждый Так или иначе пытаются Создать своими руками то, что придумал Кэмерон в своих бессмертных произведениях Уже ставлены каноническими Если помните, где появился Первый телефон-раскладушка Такой вот До фантастическом фильме У Кубрика Там вот все Потом в кармане у каждого из нас Поэтому говорить о том, что фантастика Она сама по себе и только осталась У Джульверна, нет Мы все в ответе за то будущее Которое перед нами стоит Ребят, у вас есть какой-то чат Организаторы сделали его, где можно Вопросы какие-то задавать Я за ним слежу У меня подсказочка здесь И важный вопрос я постараюсь не пропустить Я сегодня как Жан-Мишель Жар У меня куча экранов, куча гаджетов Каких-то так И я тут все И рулю и командую К нам будут подходить еще какие-то спикеры Собеседники Но мы потихонечку начнем Первого собеседника, который хотел представить Вашему вниманию Вадим Панов Вот именно тот самый писатель-фантаст О котором мы всегда говорили Вадим, два слова о себе Чтобы понимали, что вы настоящий Что вы существуете Доброе утро Два слова о себе Писатель-фантаст Все остальное уже сказал Олег Придумываю будущее Да-да-да И осталось мне понять, кто за него в ответе За это будущее, которое придумывают писатели-фантасты Моя версия известна Она в конце Я считаю, что мы все в ответе за него Мы когда готовились к этой встрече Мы говорили о том, что Мы говорили про кибербанк Тот, который активно воспевается в эстетике цикла Анклавы Там все про кибербанк И на мой вопрос Сколько мы в реальной жизни сделали шагов Из 10 возможных к кибербанку Ты ответил, что 7 мы уже сделали Как минимум Какие 3 осталось нам сделать В какую сторону На самом деле, наверное, чуть-чуть побольше Все-таки шагов было больше, чем 10 И мы их сделали А остальные начинаем делать Потому что нет такого, чтобы четко сказать Все, вот мы его сделали Мы прошли Мы сейчас уже в будущем Каждый шаг, который ведет нас вперед Он все-таки растянут по времени Я бы выделил из оставшихся трех Раз уж мы так говорим Самые важные Во-первых, это Окончательная потеря права на тайну На нашу тайну На нашу личную тайну Что мы уже потеряли? Мы потеряли тайну перемещений Потому что все наши устройства Которые мы носим с собой Постоянно Тот же смартфон Он честно рассказывает людям Ну, может рассказать Где мы находимся В тот или иной момент времени Мы потеряли, в принципе Право на какую-то приватность Потому что Буквально недавно я Разговаривал с товарищем Ну, о разных вещах В том числе о житейских И в том числе о том Что он планирует приобрести Бытовую технику определенной компании Мы разговаривали Ну, наедине Были вдвоем только Единственные, кто составлял нам компанию Это наши смартфоны Когда я вернулся вечером домой Включил ноутбук Контекстная реклама Показывала мне Продукцию этой компании Почему-то И компании конкурентов А почему-то, да Почему-то, да Случайно Мы потеряли право Ну, банковскую тайну Потому что Благодаря электронным деньгам Все, что мы Сейчас я не о биткоинах Благодаря электронным деньгам Мы, в общем-то Все наши экономические операции Можно просмотреть В любой момент времени Сейчас у нас осталось Потерять еще одну тайну Это врачебную тайну Медицинскую Когда с введением Цифровой Скажем так Цифрового Бюро Цифрового фейсбука В сторону медицины О состоянии нашего здоровья Будут знать все Заинтересованные лица Включая работодателей Страховых агентов Банковских И прочее Прочее То есть Фактически Один из шагов Это потеря Обкончательная потеря Нашей тайны Так То есть Право Так скажем На ложь Это может показаться смешным Но Ложь В нашей жизни Составляет достаточно Серьезная Ее часть Тем более И более того Часть Прямо скажем Одним из китов Потому что Если внезапно Мы все начнем Говорить правду Вдруг Неожиданно Может прийти к тому Что получилось В одном известном Голливудском фильме Вот Второй момент Который я хотел бы Сказать Второй шаг Который я хотел бы Сказать Это постепенная Потеря Права на собственность Не так давно Я Обновлял Значит Ноутбук Своей старшей дочери Ну в смысле Приобрел новый И когда я Загружал Помогал ей Загружать программы Я неожиданно понял Что те программы Которые там Еще пять лет назад Я покупал Так чтобы Купить И забыть Условно говоря Ну периодически обновлять Сейчас они все По подписке Так вот тоже Неожиданно получилось То есть если раньше Я платил за пакет Определенный Там условно Три тысячи Один раз Единоразовый платеж И все То сейчас Эти три тысячи Я должен платить Каждый год То же самое Право на То есть у нас Активно говорят Что пользуйтесь Шерингом Потому что это удобно Зачем вам свой автомобиль Пользуйтесь маленькой квартирой Потому что это удобно Зачем вам А лучше вообще снимайте То есть идет Такое постепенное Снижение права На собственность Когда у нас Включая интеллектуальную Что связано С развитием Облачных сервисов Зачем вам Собственно говоря Жесткий диск На ноутбуке Если можно Всю информацию Хранить в облаке Это же надежно Это же красиво В любой момент времени С любого устройства Вы можете подключиться К своим данным И их посмотреть А где наше-то? Где Вот это Кондовое Мое Что лежит в основе Любого капитализма Получается Что мы Пройдя стадию Капитализма Постепенно Входим в стадию Коммунизма Ну такого Немножко Модифицированного Когда Все У нас Забрали Но при этом Мы еще должны За это платить И вроде все правильно Вроде все правильно Да Но Все деньги Как-то уходят Вот за эти подписки За этот шеринг За эту аренду То есть И не подкопаешься И последний Третий шаг Важный Я прошу прощения Что мы здесь О кибербезопасности Говорим Но я говорю В целом Об обществе Которое нас ждет Цифра Объединяет Цифра Это Дает Единое Коммуникационное Пространство Во всем мире И Одна из задач Чтобы люди Понимали друг друга Ну буквально С полусловок Как мы привыкли Когда мы жили В маленьких деревнях В маленьких поселках Мы Достаточно было Начать разговор Чтобы собеседники Тебя поняли Потом Мы жили В государствах Ну условно Национальных Многонациональных Но не суть У нас каждое государство Это собственный культурный код Это собственные Традиции Скрепы Если хотите Это вещи Которые мы Проходили в школе Одинаковые Учебные планы И мы Опять же Знаем это Сейчас мы должны Знать нечто Общее То есть Размывание Культурных кодов Отдельных Наций Отдельных Народов Государств И превращение Единое Скажем так Пространство Мировое Где Все культурные коды Будут едины Для всех Это на мой взгляд Третий Или точнее Десятый Шаг Который превратит Нас в абсолютно Похожих Друг на друга Людей Не знаю Мне это не очень нравится Но судя по тому Что когда Информационные технологии Стали массово Внедряться В корпорациях То даже Визуально Было видно Что автомобили Сделанные Камонскими Системами Стали похожи Один на другой То есть Как и бизнесы Которые стали Автоматизироваться Это даже было Чуть-чуть раньше Когда стали появляться Большие Автомобильные Концерны Которые подгребали Под себя Производители Из разных стран Еще в 90-м году Я обратил внимание Что у меня стояло На стоянке Три автомобиля Они Самое смешное Они были Одного цвета Красного Ну так совпало И Три автомобиля Разных производителей Но как я потом узнал Из одного концерна Отличить их можно было По шильдику Да Все остальное Практически идентично Да-да-да Я уже хотел задать вопрос Но слышал на него ответ В каком обществе Вам не хотелось бы жить В каком пограничном Мы уже слышали этот ответ Но вопрос такой Скорее риторический У нас есть шанс Этого избежать Этого будущего Шансы есть всегда То есть Как показывает История человечества Если Кто-то Не важно Какое-то общество Какая-то общность Захочет что-то сделать У него это Как правило Получается Как не смешно Мы разгадали уже Достаточно много Таин Технических Я имею ввиду Мы продвинулись Достаточно далеко В рамках прогресса Поэтому Мы хотели этого Мы это получили И мы идем дальше Вот с точки зрения техники Если же мы захотим Изменить свое общество Главное Желание И воля Как ни странно Но я согласен Со всеми тремя шагами Потому что Так оно и есть Потому что Действительно Мы к этому идем Так оно и будет Не всегда это плохо Надо просто смириться Несколько лет назад Мне предложили выиграть 60 тысяч рублей На ток-шоу Мне надо было Обмануть Детектор лжи Я сказал Считать Что деньги уже у меня Лукавство было просто Я был готов прийти На это ток-шоу И говорить только правду Чтобы не было Склонений Верхний Верхний Все То есть докопаете Все скажу Все скелеты Готов подтвердить Но как-то вот так получается Потому что Все что мы доверили интернету Рано или поздно Станет публичным Готовы ли мы к этому Я думаю что нет Большинство из нас нет Ну хорошо Спасибо большое Вадим Алексей Андреев Футурист Сегодня как Мы его сегодня называем Скажи пожалуйста Ты согласен с тем Сглядом Который Вадим Изложил Или у тебя Другой свой Ну наверное Немножко Другой Потому что Вадим очень правильно Все сказал Но я бы Добавил что это было То что Вадим Сказал это не будущее Это уже достаточно Настоящая история Практически по всем пунктам Особенно взять Китай И еще некоторые страны И в целом Вот эта история Про киберпанк Она такая Примерно 25-летней давности В 96-м году Отец киберпанка Брюс Стерлинг К нам приехал И сказал что у вас Тут страна победившего киберпанка И это было Именно вот то Что рассказывал Вадим Когда с одной стороны К нам хлынула Куча технологий А с другой стороны Они все были Безбашенные Безконтрольные То есть технологии Размножались сами Как вирусы Как бродячие собаки Их никто Никаким образом Не контролировал Вот Это было Да И это было Ну там 90-е годы А какое твое Определение киберпанка? Ну А собственно Такое Какое было У отцов киберпанка То есть это С одной стороны Хай-тек Все-таки киберпанк Это научная фантастика Надо понимать Что это последний этап Научной фантастики 20-го века И во-первых Это экстаз И ужас Высоких технологий Это первый пункт А второй пункт Что они Не гуманистические Как было в прошлой Фантастике То есть Прошлая фантастика Была такая Позитивная Что мы тут Управляем миром Человек-царь природы Киберпанк сорвал Вот эту маску И он сказал Что технологии Вообще говоря Сами по себе Что чудовища Среди нас уже ходят Может быть Мы частично Являемся чудовищами Киберпанка И вот это Не отличить Как раньше делали Поэтому да Еще раз скажу Это было определение Сейчас на мой взгляд Немножко другая эпоха По обоим этим пунктам Во-первых Как это ни странно Мы находимся В стадии Технологического застоя Сейчас Огромного Мы это кто? Ну Россия точно А в мир тоже Смотрите Вот попробуйте Представить Хоть одну технологию Прорывную 21 века Вы не сможете Ее назвать Про 19 век Легко сказать Там электричество Радио Фотография Вакцины 19 век Каждая из технологий Прорывная 20 век Самолеты Космические корабли Ядерный синтез Там не знаю Гормональные контрацептивы Это огромная Социальная революция Ну и конец 20 века То что мы называем Киберпанком То есть Искусственный интеллект Интернет Мобильная связь Это конец 20 века Потом мы попадаем В 21 век Он идет уже 20 лет Не происходит Ничего Вот Ни одной прорывной технологии Да То есть Мы продаем 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 Все вот эти старые баяны То есть Это век не киберпанка Это век Такого кибербаяна Это неплохо С одной стороны Потому что мы живем Мирное время Все вот эти технологии Прорывные Которые я сказал Они были Связаны со страшными Скажем так Конкуренцией Которая называется война 19 век 20 это войны Нам повезло Мы живем мирное время Но мы за это платим Вот этим технологическим Застоем Единственное отличие И опять же Разница с киберпанком Это такой Ну Массовый цифровой психоз Вот то что Вадим сказал То что все мы Объединяемся в одну Общую сеть И она производит Такие медийные истерики Какая-нибудь девочка Там Грета Тунберг Сказала глупость И весь мир это обсуждает Причем она могла не говорить Она могла котика нарисовать Котик будет По всему миру Понимаете Миллионы людей Загружены одной гифкой котик Вадим Почему что не так? Я думаю что киберпанки Бы не поверили Что будет такое будущее Ну Маленькое добавление Вот К тому что сказал Алексей Если брать с точки зрения Технологий То Мы в принципе Еще живем в 19 веке Поскольку Все что Все на что мы сейчас Опираемся Все научные теории Все открытия Были сделаны в 19 Ну последняя крупная Научная теория Квантовая Это 30-е годы 20 века Собственно говоря Которая до сих пор Не взлетела Да И собственно говоря Мы на них Сейчас и едим И следующая прорывная Технология Это начнется с энергетики Все таки И не случайно Что именно на энергетику Точнее на ее Тотальное ослабление Вот сейчас работает Эта современная повестка Упомянутая уже Грета Энергетика В основе всего До тех пор пока мы сидим На электричестве Ничего совсем прорывного Уже не будет Следующий уклад Это следующая энергетика Хорошо Артем Я хотел добавить Все таки как практик Во первых Такую ремарку сделать Что воин нет Они все идут В принципе В киберпространстве Что мы обсуждаем В принципе На этом форуме Это да Чуть попозже Об этом подобном Говорим И в том числе Но я все таки Добавил бы Что наверное Сказали про квантовые вещи В принципе Сейчас же идут В том числе Разработки Квантовых компьютеров Которые ускорят Вычислительные мощности Ускорят Передачу информации Будут намного быстрее Должны ускорить Это фантастика Насколько ускорят Вот когда будут Посмотрим Нам на технологии Тоже обещали Да Нет Ну они есть на самом деле Другое дело Что называть нанотехнологии Вопрос терминологии С ней беда у нас Хорошо Спасибо большое Так Какое дополнение было еще Я да Я как практик Опять таки Хотел бы с тобой Немножку поспорить Потому что Мы так любим Когда практики Друг друг с другом спорят Квантовые компьютеры Да Это примерно Такой же хайп Сейчас Как какое-то время назад На самом деле Ну на мой взгляд Just in my humble opinion Слушайте ребят Был у нас такой Гелий Иванович Рузайкин Журналист работал Старенький дедушка Который уже совсем был стареньким Дай бог ему здоровья Надеюсь давно не виделись И вот Не дай бог Кому-то из спикеров Сказать слово квант Его подрывало просто все Вот это вот Это был его конек После мифи Еще с того мифи Который организован был тогда Поэтому бог с ним С квантными теориями Давайте спросим Мы живем сейчас где? Ну как я сказал До панк? Нет Это скорее пост киберпанк В некоторых местах Он сильно растянутый А в некоторых уже Мы можем из него Немножко выбраться Если говорить о То есть как Еще один кстати Важный принцип Киберпанка Что будущее уже здесь Но оно неравномерно Распределено То есть если мы хотим Посмотреть что будет дальше Мы с одной стороны Можем посмотреть на Китай Где киберпанк Вот так вот растянут По полной программе То есть туда приходят Западные технологии Которые у себя на родине Были каким-то образом Заблокированы Там люди обсуждали их А в Китае говорят Да давай здесь Эксперимент проведем Бабах Приходит еще одна Западная И опять эксперимент на людях То есть в 90-е Собственно это началось Самый красивый Наверное китайский Киберпанковский эксперимент Это великий китайский фаервол Который построили Западные компании Может быть не все это знают Но великий китайский фаервол Строили не китайцы Майкрософт ЦИСКО Слушай, но в то время Китай не на чем был вопрос устроить Не, я просто рассказываю Как этот киберпанк растягивается И они вот так 20 лет туда приходят То есть всех пугают Например каким-то китайским Социальным рейтингом Ребят, ну это не китайский Социальный рейтинг Я когда 27 лет назад В Штаты приехал Попытался получить там Кредитную карту Мне сказали Нет, тебе нельзя кредитную карту Почему? А у тебя нет кредитной истории И тут я понял Что у всех вокруг людей Есть социальный рейтинг Это был 94-й год Еще интернета не было А в Америке все уже прорейтингованы Понимаете? Но у них это делалось аккуратно Юридические там всякие штучки Да? Воюющие технологии И так далее А потом эта штука приходит в Китай Договорились с верхушкой И понеслась на всех Да? Вот поэтому Это один вариант будущего нашего То есть растянутый Такой киберпанк Другой вариант Это то, что Ну такой может быть утопический Что мы все-таки научимся Эти технологии И эти вот все баяны Как-то контролировать И оценивать Кстати, кибербезопасность В этом плане Хороший пример Потому что Это редкая сфера Где Которая привязана к реальности К цифрам Да? Ну то есть Если мы сейчас здесь были С вами Я по-другому скажу Кибербезопасность Это тема правильная Потому что Кто, если не она Должна это контролировать? Да И здесь люди Ну скажем так Может быть Немножко Меньше покупаются На пиар И на хайпы Да? То есть Если кто-то придет к вам С китайским антивирусом И скажет Давай внедрим его Только потому Что из Китая Пришли новости О процветании Ну Понятно И Бэшник не будет внедрять Просто так Китайский вирус Он спросит Какой там Не знаю Детекшн рейт Сколько стоит Сертификация Да Бог с ним С Китаем В конце концов Да Так вот Если говорить про наши И Бэ такой Мне нравится Вот пример Как у нас был Такой хайп С искусственным интеллектом Например В тех же антивирусах Который на данный момент Мне кажется Прошел То есть Начался хайп Это лет 10 назад Когда пришли Там Некстгены Так называемые Несколько молодых компаний И стали говорить Вот мы сейчас Все ваши антивирусы Убьем Одним искусственным интеллектом Не нужна нам там Сигнатура Вайт листинг Все убьем Они Какого успеха добились Ну Технологического Не добились Потому что Есть рейтинги Независимых лабораторий И там Турнирная таблица Примерно такая же Но В области пиара Они молодцы Они очень хорошо Все продались Кто-то на IPO вышел Как там Краудстрайк Инвесторы пошли на хайп Да А кто-то продался Крупным Крупным компаниям Там Сайленс По-моему Карбон Блэк Вот То есть Я к тому Что безопасность Возвращает нас обратно Если сейчас посмотреть Что самое модное Это скорее сервисы МДР То есть Обратно к людям вернулись От искусственного интеллекта И все те же компании Которые говорили Про автономный Искусственный интеллект Они Спустя 10 лет Говорят А мы внедрили сервис МДР Живые люди 24 часа в сутки Вот Вот пример Как наверное Надо воевать С вот этими Бешенными технологиями Примерно так Спасибо Спасибо На самом деле Если бы я кого-то Назвал бы Из присутствующих Практикам То наверное Только Александр Курдина Заместитель декана Экономического факультета МГУ То есть Именно практик Как экономист Потому что Ну опять-таки Мы можем долго Разбросить Про то Будущее Киберпанка Которого Или мы уже прошли Или мы еще к нему идем Но вопрос О том Как в нем зарабатывать Как работает экономика И деньги Не получается Александр Во всех голливудских кино Как я говорил Есть одна общая черта Там главные герои Когда побеждают Злодеев В эпоху киберпанка Они не работают То есть Они занимаются Каким-то геоподвигом Но работать Там никто не работает Какие-то другие Неудачники Обычно работают А эти нет Вот На ваш взгляд Какая из предложенных Версий киберпанка Этими господами Практиками Фантастами Фаттуристами Вам наиболее близка Ну Я бы сказал Что В обеих версиях Есть Интересные Фрагменты О которых Можно бы дальше говорить Я пожалуй Сконцентрировался Бы немножко На других вещах Давайте Давайте зададимся вопросом А многое ли изменится Если мы подумаем О главных действующих лицах Главных действующих лицах В экономике О людях Вадим говорил Что Мы все становимся Более-менее Одинаковыми И это был Последний шаг Киберпанку Но с другой стороны Не правда ли Что люди и так Достаточно одинаковые И мы Экономисты Рассматриваем Людей Как Очень похожих Друг на друг Агентов У которых Есть общие черты И эти черты Они конечно Останутся и дальше Да Люди Характеризуются Ограниченной рациональностью То есть Они Не очень умны И даже Если цифровые технологии Дают им новые возможности То все равно Они Не могут Перерабатывать Информацию Они Попадаются На популизм Их легко Обмануть И в этом смысле Сохраняет Важность Информационная безопасность В контексте Защиты от дурака Люди Склонны к оппортунизму И это тоже будет всегда В эпоху киберпанка тоже И поэтому Сохраняет актуальность Безусловно Информационная безопасность Как защита от воровства Люди Склонны к тому Чтобы нарушать правила И они будут стараться Вести себя оппортунистически Люди В то же время Стараются максимизировать Свою полезность И люди Всегда стараются Добиться для себя Наибольшего результата В этом плане Тоже мало что изменится В плане стремления К власти И к доходу Другое дело Что Хотя люди Они те же самые А вот правила По которым они действуют Меняются И вот то Как будут выглядеть Правила В новом обществе Это на мой взгляд Наиболее интересный Аспект Будущего эпохи Киберпанка И здесь Я честно говоря Не могу не провести Параллель С той развилкой Которую мы уже видели В 20 веке Видели по Двум наверное Замечательным Произведениям Которые характеризуются Как утопия 1984 Оруэлла И Отдельный новый мир Олдоса Хаксли В одном случае В 1984 Государство Начинает всех Подавлять Жесткие механизмы Насилия И это Одна из угроз Которые сейчас Становятся актуальными Когда мы подумаем О цифровом Тоталитаризме О том что Государство Появляется Все больше инструментов Для того чтобы Следить Контролировать Подавлять Для того чтобы Ограничивать свободу Людей Как политическую Экономическую С другой стороны В удивленном Новом мире Олдоса Хаксли Люди Сами Стремились К наслаждениям К повышению Своей полезности Они были готовы Пожертвовать Своими ценностями Своими убеждениями Своей свободой Для того чтобы Получать как можно Больше товаров И услуг И это тоже тот сценарий Который сейчас Может реализоваться Потому что Наверное В мире Тех Цифровых удовольствий Благ Которые нам Сегодня предоставляются Многие Готовы пожертвовать Даже своими базовыми Свободами Для того чтобы Получать как можно Больше полезности И передают тем самым Свои права Возможности Цифровым корпорациям Это ситуация Диктата Цифровых корпораций Которые тоже Довольно часто Встречаются В разных Киберпанковских прогнозах Поэтому Вот на мой взгляд Сейчас мы находимся В состоянии Такой Интересной развилки Которая может Привести нас К диктату государства На базе цифровых технологий Или к диктату корпораций На базе цифровых технологий Сможем ли мы Соблюсти баланс И сохранить Наши права свободы Более-менее демократичное общество Это вот интересный путь И от этого будет зависеть В том числе И наша экономика Такое впечатление Вадим Что я сейчас услышал Краткий пересказ Будущей книги Со всей интригой Стилистикой Какими-то героями Нет В действительности Мы сейчас услышали Краткий пересказ Прошу прощения Книги 1984 Джорджа Оруэлла Потому что мы в ней В общем-то и живем Правила Которые он сформулировал В 48-м году Они не о том периоде Как принято считать И вовсе не о тоталитарном обществе Основанном на какой-то идеологии Эти правила работают сейчас Ну, к примеру Самый простой пример Одно из главных Одно из трех главных правил Оруэлла Ну, его мира Это Война, это мир Давайте Как экономист Серьезно поговорим Предположим Гипотетически Что Сегодня По щелчку пальца Америка Лишается Своих вооруженных сил Что через два часа Будет с долларом Кому он будет нужен Понимаете О чем я говорю Это, кстати, к вопросу И о том, что мы живем В мирное время Ребята, если нет Мировой войны Это не значит, что мы живем В мирное время Если нет привычной Мировой войны Это не значит, что Мировая война не идет Количество конфликтов Просто погуглите Которые идут Это уже даже прямо сейчас Поэтому То же самое Можно сказать Незнание силы В последнее время Очень Сильно набирает Оборот Тема Что мир Настолько быстро Меняется Что человеку В течение жизни Потребуется Сменить Несколько профессий Поэтому, ребята Давайте Откажемся От классического Серьезного образования И будем Получать Компетенции Через вебинары Через коучинг И прочие Прочие Вот эти вот Сетевые Проповедники Извините Сетевые Учителя Которые учат Нас Быстренько Чему-то научиться Раз мы быстренько Чему-то научились И вот мы уже Программисты Допустим А еще смешнее Если мы быстренько Прошли курс на ютубе И вот мы уже Пилоты самолета Или хирурги Или хирурги Это же прекрасный Дивный новый мир Незнание силы Чем меньше мы знаем Тем меньше мы задумиваемся О будущем Чем меньше мы знаем Тем Больше мы живем сейчас Хотя сейчас Мы не живем Никогда Мы живем всегда Вперед Если бы вы не обратили Внимания Сейчас нет Сейчас улетает от нас Со скорости 60 секунд В минуту Мы все Нацелены на будущее И чем меньше мы знаем Тем меньше мы видим будущее Я сразу подумал Про зарплату Которые тоже улетают Да Да Я вот что хотел сказать Вы обратили внимание На то Что будет с долларом если Америка лишится вооруженных сил. А кто узнает о том, что Америка лишится вооруженных сил? Опять же, можем провести аналогию с 1984. Кто-то контролирует информационную инфраструктуру. Может вымаривать все, что угодно. Из средств массовой информации, из интернета и так далее. И если у нас есть такой контроль со стороны государств конкретно, или со стороны корпораций, то тогда, собственно говоря, можем даже этого не заметить. И даже сейчас это происходит, мы просто ничего не узнаем об этом. И в этом плане информационная власть, она может оказаться гораздо сильнее, чем власть основана на потенциале насилия. Я не зря сказал погуглить насчет текущих конфликтов. Хорошо, не через час, но завтра уже все будут знать. Потому что войны внезапно прекратятся. Ненадолго. Потому что есть другие вооруженные силы, но прекратятся. Реальный мир, он таки существует за пределами киберпространства. На самом деле да. Саша, Сан Санчауза на одной из лекций сделала акцент на том, что существует в обществе три вектора, приоритетность которых бывает различная. Безопасность, эффективность общества и личные свободы. Вот сейчас общество, напуганное коронавирусом, на первое место по приоритетам вышла безопасность. В угоду которой готовы люди принести в жертву эффективность и личные свободы. А в киберпанке как будет выстроен этот вектор? Ну, когда говорят об этих трех приоритетах, как правило, ставят им в соответствие три группы лиц, которые взаимодействуют в экономике. Государство, бизнес и население. Считается, что государство, оно вроде как старается работать в пользу безопасности, потому что безопасность это безопасность, защита, это основная услуга, которую продает государство. И когда есть какие-то опасения по поводу безопасности, государство может здорово усилиться. Эффективность это то, ради чего трудится бизнес, а население вроде как должно стоять за личные свободы. Ну, на самом деле, не факт, что так происходит, потому что зачастую людям более любы не личные свободы, а справедливость. И на самом деле можно поспорить с тем, все-таки на чем стоят устремления населения. И в последнее время, в эпоху популизма, о котором довольно много говорят, возможно, справедливость для людей, социальная справедливость для людей становится даже важнее, чем личные свободы. Говоря о том, какой вектор возобладает, ну, это зависит, безусловно, от... В разных обществах по-разному. И сейчас мы видим, конечно, что постоянно идет борьба этих трех групп, и говорить о том, что будет какое-то доминирование, сложно. Я бы ставил вопрос, даже, может быть, несколько иначе. А в условиях этих трех приоритетов, за то, чтобы следовать своим ценностям, приходится оплатить определенную цену. И порой даже люди, которые стремятся к личным правам, личным свободам, они готовы пожертвовать, собственно говоря, я уже об этом говорил, ими ради какого-то другого приоритета, если бизнес будет готов им предоставить компенсацию. Пример, который не вспоминается в этой связи, и, опять же, может быть, здесь для специалистов в сфере IT это рассуждение покажется немного дилетантскими. Я вспоминаю, когда я собирал свой первый компьютер в 90-е годы, а тогда это все собиралось по частям, там отдельно, от какой-то одной фирмы. Жесткий диск, отдельная материнская плата, видеокарта, все это как-то собиралось, и был принцип открытой архитектуры, и все так делали из моего окружения. А сейчас довольно много предложений готовых, когда все должно быть от одной фирмы, и все закрытой архитектурой, нельзя ничего заменить. И многие мои, многие люди из моего окружения этому принципу следуют и говорят, слушайте, ну это же замечательно. Это одна компания, она говорит, что у нас будет все безопасно. Она говорит, что у нас будет все работать эффективно. Я спрашиваю, слушайте, но ведь важно иметь выбор. Важно иметь лишнюю свободу выбора, в том числе выбирать, из чего вы будете собирать свое оборудование. Одно это уже делает принцип открытой архитектуры более важным. Они говорят, нет, ну для нас сейчас это уже роль не играет, потому что главное, чтобы было безопасно и чтобы было эффективно. В этом плане я наблюдаю, что люди продают свою возможность выбора за какие-то другие истории. И это то, что начинает меня немного беспокоить. Ну, в общем-то, да. Не зря вспомнили про то, как мы тут сидящие в зале умели собирать компьютер. Я помню времена, когда самая толстая девочка в классе не пошла бы танцевать с мальчиком, если он тремя спичками не мог завести мотоцикл Ява. Были такие времена очень давно. Потом наступили времена, когда, если он не может собрать из разводных материалов какой-то компьютер для девочки, тут результат будет тот же самый. Интересно, что нас ждет в дальнейшем? Услуги киберпанка. Валерий Коржов, журнал «Коннект». У меня вопрос, собственно, не совсем про киберпанк, потому что в киберпанке этого нет. Спасибо за вопрос. Зато есть у Вадима Панова, во всяком случае, в серии «Анклавы» есть разделение единого этого самого государства на некие фрагменты, которые друг с другом связаны. Аналогичная система была, по-моему, в лавине Стивенсона, если я правильно помню. Но идея, в общем, вот про что. Идея про кибергосударство, криптогосударство. То есть, когда создается некое государство, которое может не иметь собственной территории, но есть там блокчейн, есть какие-то устанавливающие права. Я тебя понял, да, вопрос. Вот вопрос, собственно, вот в этом. Фактически, вот вы говорите, что у вас есть вот этот вот Оруэлловский большой брат, который за всем не следит, но у населения получается второй выбор, это внутренняя, то, что называется сейчас внутренняя миграция. То есть, когда создается вот такое криптогосударство, человек вроде бы как бы физически находится в государстве под названием… Не фантазируй вопрос. …под названием «Россия», а на самом деле он подписан уже под всеми другими государствами. И это самое… Ну, то есть, имеет у себя на компьютере. То есть, для него важнее то государство, которое у него на компьютере, а не в то, которое его окружает. Вот эта часть, это не совсем… Я сказал, что это не совсем киберпанк, потому что они обычно… Гибсон про это… Не уверен, мне кажется, не про это. Нет, Гибсон про это не думал. Подведи свой вопрос. Вопрос, собственно, вот какой. Насколько вам кажется такое будущее реально, когда вместо физического… Ну, то, что вот nation, государство, да? Если не будет героя, который готов ответить, ты от кого хотел бы услышать ответ? Ну, я хотел… Алексей хотя бы. Алексей. Может? Да, это был, по-моему, все-таки не лавина, а алмазный век, где был распределен… Я себя чувствую на встрече с читателями. Да, неважно. Я скорее… У меня скорее противоположное мнение об этой системе. То есть, скорее, я вижу проблему не в том, что появится такое распределенное государство, а в том, что у нас уже появилась тотальная общая связность, как я уже сказал. И эта тотальная связность, ну, я тут скорее скажу как математик, наверное, чем как фантаст, она приводит к появлению очень сильной такой пирамиды, высокой и острой пирамиды степенного распределения, когда очень небольшое количество элементов влияет на остальные. Что это значит? Вот у нас есть тысячи талантливых программистов, но весь мир сидит в одной социальной сети, которая называется Facebook. Пользуются одним поисковиком Google. У нас есть там всего две мобильные операционные системы по факту. И если вот так вот посмотреть, это очень хрупкая система, в которой весь мир зацеплен за совершенно микроскопические элементы. Там вот вырубится Facebook, у нас будут миллионы просто наркоманов, которых ломает со страшной силой. Вот это я считаю. То есть то, что ты, Валера, говоришь, это маленькие такие, я не знаю, секты какие-то, которые могут себе это позволить. Это маленькая прослойка продвинутых людей. То есть я знаю людей, которые там крипту где-то держат, но их настолько мало по сравнению с пользователями Facebook и этими наркоманами, которые в стойле стоят вот в этом фейсбуковском. Я бы добавил бы слово «пока» мало. Вальтер, извините, пожалуйста. Вот я про это и говорю. Мне кажется, что это семя, из которого может вырасти новое будущее. А, к сожалению, скорее произойдет большой обвал, если опять-таки вернуться не к вот этому унылому троцкисту, которого все почему-то расхваливают по имени Оруэлл. Совершенно скучно. Я не понимаю, как этот культ затянулся, по-моему. Унылая детская книга, в которой, например, вообще ничего не сказано, а что происходит с другими государствами в этом мире. Этим страдают все утописты. Они придумывают одну маленькую систему и плюют на весь мир. Так вот, если посмотреть на современный мир, взять Талеба, например, «Черный лебедь», там очень хорошо описано, как происходят черные лебеди. Возникает вот такая связная хрупкая система, а потом она обваливает. Экономисты, которые только что получили Нобелевские премии, идут лесом просто. Но премии никто не вернул. Потому что они думают про человека, корпорацию и государство. А это не то, что работает. Работает то, насколько пирамидка выросла и как она будет падать. Спасибо. Мы сейчас в такой пирамидке живем, она будет падать очень сильно. Вадим. Я просто хотел небольшую ремарку по вопросу. Когда вот, уважаемый, Валер задал вопрос по поводу внутренней миграции, упомянул, да, что человеку придется уходить во внутреннюю миграцию, я бы хотел просто добавить, что должно быть, куда уходить. Понимаете? То есть вы сейчас, ну, или мы сейчас допускаем одну ошибку, мы оцениваем человека будущего, даже наших детей по своему, как бы, уровню. То есть нам, людям, которые выросли на книгах, которые много читали, которые получили там достаточно хорошее образование, как начальное, так и высшее, как среднее, как и высшее, нам, в принципе, есть куда уходить. Нам дали в свое время общее впечатление о мире, но образование съеживается, как я только что говорил. Люди знают все меньше, и люди получают новую информацию, свое новое представление о мире достаточно фрагментарно и из большого массива информации, которая на них обрушивается, ну, или на нас обрушивается. У нас еще, в общем-то, стоят определенные плотины, мы можем тот вал информационный, который ползет к нам из сети, можем его фильтровать, иногда даже просто отсекать. Но чем дальше, тем хуже. И очень скоро понятие внутренней миграции не в каждом словаре найдешь. Людям просто некуда будет мигрировать. Будет метавселенная, да? Спасибо. Ну, я так долго проработал в деловой прессе, она всегда про деньги, извините. Деньги, они сейчас разные, не только наличные, не только безналичные, но еще и цифровые. Да-да-да. Как будет выглядеть формула политэкономии-то, если традиционный Адам Смит все больше и больше показывает свою несостоятельность? Вот о том, что Адам Смит показывает свою несостоятельность, говорят довольно много, уже лет 200, наверное, чуть ли не с самого появления Адама Смита, но тем не менее, мы до сих пор его вспоминаем, и до сих пор... Без него никак. ...и до сих пор он находится в учебниках. Поэтому говорить о том, что экономические идеи, они берут и уходят в прошлое, я бы так не сказал. Просто потому, что модели, модели человеческого поведения, они продолжают работать. И почему они продолжают работать, это понятно, потому что люди-то, психология-то людей, она не меняется, и поведение остается более-менее прежним. Поэтому говорить о том, что у нас совсем поменяется вся экономика, я бы не стал, и Адам Смит не утратит свою актуальность. Другое дело, что, да, изменят, появляются некоторые новые эффекты, которых не было. И вот эти истории, они довольно сильно влияют на власть. Когда мы говорим о политэкономии, вы не случайно задаете вопрос о политэкономии. Это не просто экономика, это экономика в связи с властью. И политэкономисты, начиная с Адама Смита и далее, они всегда думали об экономике в контексте связи экономической и политической власти. И сегодня, когда мы смотрим на то, что происходит во ведущих государствах, когда мы смотрим, например, на то, что происходит в американском антимонопольном регулировании, а вы знаете, что сейчас там идет очень активная политика, направленная на регулирование цифровых экосистем, против доминирования этой самой бригады Гафам, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Там сейчас глава федеральной торговой комиссии, молодая девушка 32 лет, которая из новой школы, ну, юристов, и они экономикой занимаются тоже, New Brandeis. Они говорят, что, да, экономическая власть, чрезмерная экономическая власть, она порождает власть политическую. И в том случае, если мы эту экономическую власть контролировать не будем, мы можем прийти к тому, что и в демократии у нас произойдут, в демократии будет нанесен существенный ущерб. Поэтому, да, когда мы говорим об экономике, нужно обращать внимание на те проблемы, которые ведут к чрезмерному усилению экономической власти отдельных компаний. И в первую очередь, это, конечно, сетевые эффекты. Сетевые эффекты, если у вас много пользователей, то у вас становится их еще больше, еще больше, еще больше, что благоприятствует созданию монополий. Что с ними делать, не очень понятно, но ясно лишь то, что такие слоны, они сами по себе с рынка уходить не будут, и их власть становится чрезмерной. Алгоритмическое ценообразование. Да, ситуация, когда, на самом деле, не только в сфере ценообразования, вообще в сфере рыночного поведения контроль забирают алгоритмы. У кого лучше всего работает алгоритм, у кого он лучше всего обучен, тот будет наиболее успешен. А наиболее успешный алгоритм у того, у кого наибольшие возможности для его обучения, у кого наибольшее количество пользователей. Ну и, разумеется, дискриминация. Если у вас есть рыночная власть, то вы можете дискриминировать. Вы владеете платформой, вы можете дискриминировать, как президента США, да, и вы можете решать его право голоса, закрывая его доступ на определенную площадку. Почему? Потому что вы монополия, если вы монополия, то вы проводите дискриминацию, как ценовую, так и всякую разную. Поэтому вот эти три истории, сетевые эффекты, алгоритмическое ценообразование и в целом влияние алгоритма на поведение на рынках и возможности, широкие возможности дискриминации со стороны корпораций, это то, что, на мой взгляд, очень интересно сейчас наблюдать в контексте трансформации экономической власти, которая может привести к трансформации власти политической. А государства, они со своей стороны пытаются этому противостоять и на каждый из этих вызов пытаются найти свой ответ путем регулирования, регулирования, регулирования и возможно это будет дыхать до разделения еще более жесткого столкновения корпораций и государства. Смотрим с интересом разворачивающегося противостояния как в Америке, так и в России между регуляторами и цифровыми экосистемами. Джентльмены, спасибо большое. Это было важное дополнение. Слово практикам. Да, Павел. Отвечаю все-таки на вопросы зала. Я не очень допускаю на самом деле в текущих жизненных реалиях возможность возникновения прям сильного вот такого криптогосударства по той простой причине, что на это нужно реально много ресурсов, а как Алексей заметил, это прям очень ограниченное количество людей. А как нам известно из книг другого фантаста Фрэнка Герберта, собственно, владеет ценностью тот, кто может ее уничтожить. На данный момент цифровой мир могут уничтожить либо крупные корпорации, которые владеют собственно всеми цифровыми ресурсами, либо государство регуляторным путем, а никак не группы энтузиастов, хакеров, еще кого-то. Если из этого определения, Валера Кожова, убрать слово государство, цифровое, встанет на свои места масштаб бедствия? Ну, я бы не сказал, что это бедствие, потому что это одна из тех версий, которые мы сегодня обсуждаем на этой панели. Но, да, это будет прям вот такой качок этих весов в сторону как раз власти корпораций. Павел Позик, в технологии, Артек. Мне единственное, что хотелось добавить, наверное, вот я зацепился за мысль, Вадим, о быстроте технологий, как они растут, и что люди, на самом деле, в том числе, нам везде по телевизору говорят, быстрее, 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 купи это, купи то, и люди не задумываются о своих свободах, и сами, в принципе, в основном дают согласие на какие-то свои ограничения своих свобод. Почему? Вот покупили ли вы телефон, вот вы сказали, мы поговорили, таргет-ориентированная реклама пришла, но вам же удобно, в принципе, потом. Вы можете ограничить, как купили телефон, ну, в кавычках, да, возьмем, ограничить, там, доступ к микрофону, там, ко всему. ты, ИБ, ты кибербезопасность. Слово удобно и безопасно, это не, это антонима. Да, да, я об этом говорю, что как раз таки об этом и забывают люди, а потом, в том числе, говорят, что это небезопасно, почему так, а потому что в большинстве своем люди, наоборот, хотят быстрее что-то приобрести, им это удобно, и забывают о безопасности, в том числе. Вадим, маленький, во-первых, это было нужно не мне, во-вторых, очень неудобно, когда приходит, когда ты уже купил что-то, а еще потом неделю тебе приходит эта контекстная реклама, ну, или месяц. Ну, терпите. Один из челленджей современных безопасников научиться так, чтобы оно становилось безопасным, не переставая быть удобным. Это прям запрос и общества, и бизнеса, и государства. Я чувствую, одна жертва нашей дискуссии уже есть, да, он уже уверовал. Отлично. Все, кто вступил. Спасибо, да. Джентльмены, практики, все-таки вам вопрос. Какие вы видите пограничные стороны киберпанка, и в каком мире вам не хотелось бы оказаться ни при каких обстоятельствах? С точки зрения тех людей, которым эти проблемы разгребать? Не хотелось бы оказаться в мире безответственным на самом деле. Меня очень пугает, именно если вот предыдущие вопросы в мою сторону в том числе адресовывать, меня очень пугает то, что сейчас реально, ну, опять-таки, то, о чем я говорил секунду назад, сейчас удобство потакание лени пользователей, потакание выгоди бизнеса, потакание задачам, даже государственным задачам, создание каких-то новых сервисов, там, крупных, пронизывающих всю страну на всех чиновников, и скорость внедрения этих новых технологий, вот эта бесконечная гонка, она зачастую производится, совершенно не думая о секьюрности всего этого. То есть, в первую очередь, мы гонимся за результативностью, за выгодой, за удобством, а потом таки в какой-то момент вспоминаем, что, а, оказывается, мы собрали кучу персональных данных и биометрии на всех наших граждан, а доступно это практически любому Василию, который может себе компьютер поставить и в сеть включить, потому что мы вообще не подумали про то, как это защищать. Ну, точнее, подумали по техническому заданию, но реализацию не проверили. Ну, что, какие проблемы? Василия обнулить? Васильев много таких будет, потому что дыра размером на каждого Василия хватит, и на Петра тоже. Хорошо. Артем. Технологии настолько увеличились быстро, вот как Вадим тоже сегодня сказал про вселенные, что там начнут цифровые какие-нибудь личности появляться, и как вообще с этим быть? Вот как быть, если внутри метавселенной появятся города и разрушится город? Это должен безопасен за это отвечать информационный и кибербезопасный или кто? То есть, и вот здесь хотелось бы как раз таки вот это пугает на самом деле, что мы полностью летим в метавселенные, везде об этом говорят, говорят о цифровых валютах, и вообще, в принципе, люди не могут выходить. У них там есть валюта, у них есть цифровая личность, с которой мы не знакомимся. Вот это пугает. Да, слушай. Меня, честно говоря, немножко настораживает сама постановка вопроса. В каком мире не хотелось бы оказаться? Мир об этом не спросит. Мы начинаем думать об опасностях. И в значительной степени наша сегодняшняя дискуссия, дискуссия о страхах, а это, знаете ли, как раз таки чревато неприятными последствиями. Потому что, когда мы начинаем думать о том, как бы чего не вышло, как бы избежать одной опасности, другой опасности, тут как раз к нам приходит государство или приходит могучная корпорация, которая говорит, успокойтесь, отдайте нам, пожалуй, все свои права, мы дадим вам безопасность. Или на уровне корпорации, или на уровне государства. И вот это, как раз, на мой взгляд, является опасным сценарием, когда мы начинаем базироваться на страхах, а не на возможностях. Абсолютно правильное заполнение. Единственное, в оправдании зала могу сказать одно. Если у этих людей не будет страхов, которые они своим бизнесом продадут, у них не будет зарплаты. Они никому не будут нужны. Ну, так устроен мир. Хотя мне это тоже не нравится на самом деле. Возможности наторговать мне больше нравится. Артем, на твой взгляд, к чему сообщество не готово? Каким вызовом со стороны кибербезопасности в будущем? Паша, у тебя вопрос такой же. Ну, я бы не могу такую ответственно взять. Мы готовы ко всему. И поэтому мы изучаем в том числе все технологии. Общаемся как раз в том числе... Неожиданно главный герой киберпанка заговорил голосом маркетолога. Нет, ну, я хотел сказать, что в принципе мы стараемся изучать все главные технологии. Поэтому нет какого-то страха перед будущим у нас. И как раз, я бы как сказал, наше саморазвитие образования один из главных толпов. Если взять сок-форум, там 30 столпа сок. Это люди, процесс технологий. В том числе мы люди и будет сообщество за счет того, что мы будем саморазвиваться, изучать новые технологии. Это светлые. Молодец. Я прошу организаторов, ему какой-нибудь подарок будет специальный за эти слова. Паша, будь добр. Я на самом деле, ну, ты вот как-то так очень скептично смотришь на такие ответы, сейчас я замещаю. Но я в будущее смотрю с известной долей оптимизма. Потому что, на мой взгляд, знания, в принципе... Почему нет? Александр тоже сказал. Это возможности. Окей, окей, тогда хорошо. На мой взгляд, знаний специалистами сейчас, в принципе, достаточно. Просто проблема не только в экспертном сообществе по информационной безопасности. Проблема в том, чтобы нас, как специалистов, начали слушать. Начали слушать в государстве, начали слушать в бизнесе, начали слушать, в конце концов, наши коллеги-айтишники. Потому что, очень часто, во многих и коммерческих, и государственных организациях есть большая проблема. То, что коллеги из IT считают тебя не другом, товарищем, и помощником, а каким-то таким чуваком, который им создает, прошу прощения, кучу геморроя, но при этом value для их новогодних премий, условно говоря, привносит минимальную. И они правы. Но при этом, как бы, извините, я точно так же, когда я вот создаю им эти какие-то геморрои, я спасаю их от возможных рисков в будущем. Я при этом не говорю с ними на этом языке, что если ты вот этого не сделаешь, у тебя тут все обязательно развалится. я прихожу и говорю, что товарищ, давай мы немножко вот архитектуру твоей системы изменим, она не пострадает по производительности, но при этом мы с тобой, наше с тобой общее руководство на самом деле спасем от того-то, того-то, того-то. И вот сейчас, на мой взгляд, основного, чего не хватает и экспертному сообществу по ИБ, и IT, и бизнесу, и государству, которые стоят над нами, нашим высшим руководителем, это умение налаживать вот этот диалог понятными словами для всех участвующих сторон. А компетенции знаний, это при этом, чтобы делать безопасно то, что мы сейчас все делаем вместе, уже хватает. Я соглашусь, мы с Вадимом, когда стояли перед сценой, мы говорили про аварийность диалога в нашем обществе. Это большая проблема. Вадим не зря ответил на этот вопрос, что в условиях киберпанка особенности диалога, национальные какие-то микропризнаки, они иногда будут раздражительны. Даже для меня сначала лучше с человеком попить кофе, поговорить, а потом начать уже как с майликами общаться. Мы лучше понимаем друг друга. А тут мы говорим о глобальной проблеме, которую нужно решать глобально всем сообществам, мировым сообщим. Обратил внимание здесь на два вопроса. Первое, это система сдерживания противовесов. Мы начинали говорить о том, что есть противостояние государства, корпораций, точнее, не противостояние, а операция конкуренции государства, корпораций, населения, людей. Для того, чтобы у нас не было дисбаланса, для того, чтобы мы не оказались в сценарии цифрового тоталитаризма государства или корпорации, нам необходимо, чтобы эти системы работали хорошо. Поэтому настройка правил сдерживания противовесов это то, что нужно для того, чтобы наше цифровое развитие, что нормально, не приводило нас в какие-то утопические или антиутопические сценарии. Вторая история, на которую я обратил бы внимание, не могу не обратить как представитель Московского университета, это, конечно, образование. Для того, чтобы все, что нормально, и мы не попали в неблагоприятные пропасти, которые сегодня, так сказать, пытались нарисовать, которых пытаемся избежать, нужно, чтобы люди отдавали себе отчет о том, что происходит, и мысли критические. И сейчас уже только что говорили об этом, дело не только в компетенциях специалистов по информационной безопасности, дело в компетенциях всего общества в целом, которое должно хорошо в этом разбираться, которое должно иметь отделять зерна от плевела. В этом плане, конечно, важно образование в цифровой сфере всего общества. Спасибо. Вадим. Я бы хотел подвести итог, отвечая на вопрос, к чему мы не готовы, и чего хотелось бы избежать. Мы, как правило, не готовы к тому, чтобы хладнокровно и спокойно оценивать новое. Мы старый мир разрушим, от этого необходимо избавляться, от этой вот парадигмы, которая прошита в головах. Новое – это всего лишь очередной инструмент для нашего общества. Если мы это поймем и не будем говорить, что там, а, это же совсем новый мир, давайте все старое уничтожим, вот тогда мы будем нормально развиваться. Все-таки после писателя и маркетолога мы лучше не выходи. Спасибо. Артем. Я полностью согласен в том числе с Александром по поводу образования. То есть образование в нашей сфере. Это проект сказали. От себя теперь. И диалог. То есть резюмирую. Паша. Странно было бы, что я буду уже третьим человеком, который про это говорит, но я тогда детали немножко добавлю, потому что я тоже искренне считаю, что немножко поменять образование нужно, но с той точки зрения, что остаться, как Вадим сказал, на базисе старой, хорошей инженерной подготовки, вот прям старое инженерное образование, одно из лучших в мире. Добавить туда на старших курсах немного предметов и возможно практически каких-то коучевых вещей на тему именно выстраивания коммуникаций, что поможет специалистам-технарям научиться разговаривать человеческим языком с бизнесом, с экономистами и так далее. И, да, международное и межкорпоративное сотрудничество. То есть это должен быть постоянный полилог, я бы сказал, всех со всеми. Когда просто коммерческая корпорация без какого-либо просьбы и давления со стороны государства, сама для себя решила. Я бы сказал, масштаб позволяет быть на меня. Да, 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 совершенно верно, что вот этому человеку мы слова давать не хотим. Почему? Хорошо, спасибо. Алеша. Да, ну, я, как уже говорил, мне кажется, главной проблемой является тотальная связность нашего мира, которая приводит к тому, что у нас теряется разнообразие технологий и, собственно, появляется технологический застой. Поэтому главное, чего хотелось бы от следующего шага и выхода из этого мира, это разнообразие технологий. Откуда они будут браться? Ну, мне кажется, вот я скажу, наверное, то, чего никто не говорил, это наличие мотивированных людей. Я маленький простой пример приведу. Когда у меня появились дети, я стал заниматься организацией родительских сообществ, я понял, что вот эти родительские, люди с детьми, это очень мощные фильтры правильных технологий. Люди мотивированные, у них есть задачи, да, и когда ты, например, какой-нибудь детский лагерь организуешь летом, ты сразу четко понимаешь, какие технологии тебе нужны, а какие мусорные. Ты понимаешь, что Twitter тебе не поможет, да, это технология для дебилов. Вот. И ты сразу четко понимаешь, что мобильный телефон неудобный, удобна рация. И так ты даже из простых технологий с маленькой группой, но мотивированных людей, можешь строить очень классные штуки. Вот это вот был для меня переворот. Вот до этого я тоже много думал о технологиях, о том, что мы неправильные людям даем технологии. Теперь я понимаю, что даже если им дашь правильные, но человек не мотивирован, если он в таком игровом, бессознательном состоянии, все равно все запорит. А вот если мотивированные люди, даже их немного, они делают из прошлого века очень хорошие вещи. Спасибо. Коллеги, друзья мои, будущее наступит независимо от того, готовы мы к нему либо нет. Точно так же, как и утро наступает, независимо от того, завели мы будильтинг либо нет. Готовы мы к нему, мы стараемся быть, да. Мы надеемся, вы были вообще-то полезны. По крайней мере, мы задумались об этом. Джентльмены, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»